9 рекомендаций по жиросжиганию 1. Забудьте о показателе веса на весах Прежде всего, необходимо обращать свое внимание на состав тела То есть, в данном случае важно знать количество мышечной массы и процентной доли содержания подкожного жира Главный критерий отражения в зеркале, а не стрелка весов Все потому, что когда вы начинаете тренировки, ваш жир начинает уходить В то же время может увеличиваться мышечная масса Поэтому, ваш вес может изменяться не сильно, но отражение в зеркале меняется кардинально Номер 2. Уменьшайте калории постепенно Если ваша цель именно сжечь жир, то резкое сокращение калорий делать нельзя Резкое сокращение калорий запускает обратный процесс накопления, то есть увеличение жировой ткани Поэтому, сокращать количество калорий нужно постепенно Например, 100 калорий в день, пока не дойдете до оптимального уровня ежедневных калорий Номер 3. Извинение о количестве углеводов в течение недели Это очень хитрая методика, настоятельно рекомендую вам ее испробовать на себе Если коротко, то ее суть в том, что в течение недели вы чередуете количество углеводов по дням Высокоглеводные дни, среднеуглеводные и низкоуглеводные дни Организм путается и продолжает сжигать жиры Номер 4. Регулярные силовые тренировки Многие люди, желающие похудеть, жечь лишний жир, забывают о том, что силовые тренировки очень важны Многочисленные исследования показали, что силовые тренировки, в отличие от аэробики Даже после завершения занятия, продолжают сжигание жира, даже в покое Если даже такая цифра, повышенный метаболизм, наблюдается у человека после силовой тренировки на протяжении 39 часов Цифра внушительна, не так ли? Поэтому не зацикливайтесь только на беге Посвящайте хотя бы 2 дня в неделю силовым тренировкам в тренажерном зале Это обязательно Номер 5. Попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки Это означает высокоинтенсивность в короткий промежуток времени Это может быть, например, интервальный бег К примеру, 20 секунд бега в максимально быстром темпе Потом 2 минуты бег трусцой или ходьба Потом повторяется, все снова спринт Затем ходьба Это и есть один из видов интервального тренинга Еще пример, обычная скакалка 20 секунд прыгать с максимальной скоростью Потом минуту более медленных прыжков И так далее Кстати, скакалка это очень классный инструмент для сжигания подкожного жира Номер 6. Употребляйте полезные жиры Стоп! Думаю, задумались, как это? А вот так Хорошие полезные жиры помогают терять жир Таким полезным жирам относятся орехи, оливковое масло и рыбий жир Естественно, все должно быть в меру Например, ложка оливкового масла с салатом Горсть орехов и несколько капсул рыбьего жира в день Вполне достаточно, чтобы получить дневную норму полезных жиров Номер 7. Уменьшение приемов сладкого и крахмала В идеале лучше вообще от них отказаться На этапе сжигания подкожного жира Думаю, с этим всем все ясно Номер 8. Увеличение приема белка Повышенное употребление белковых продуктов увеличивает метаболизм К тому же, наше тело сжигает намного больше калорий, когда принимает белковую еду Нежели когда мы едим углеводы и жиры На переработку белков затрачивается намного больше калорий Номер 9. Ешьте часто и помалу Идеальный вариант 5-6 приемов пищи в день Чем чаще едим, тем быстрее метаболизм Чем быстрее метаболизм, тем быстрее сжигаются жиры Понравилось видео? Ставь лайк Обязательно подпишись на обучающий контент До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok